Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, давайте еще немножко... Сейчас как? Так... Ребят, как слышно? Давайте мы сразу же с вами раз и навсегда настроим вебинарную комнату и уже начнем, чтобы не отвлекаться. Все, у большинства вижу все хорошо, так что перезаходим, у кого плохо работает, перезаходим, либо пробуем с других браузеров. Итак, ребят, я начинаю. Как я уже сказала, да, рада вас приветствовать на данном вебинаре и очень буду рада, если кому-то моя история успеха поможет стартовать в этом бизнесе для тех, кто еще не стартовал. Я так думаю, у нас очень много новичков. Кто новички? Поставьте, пожалуйста, единички в чате. Посмотрим, сколько вас и как вы посещаете обучение. На самом деле, вот те новички, которые ходят в вебинарной комнате посещать, те у нас, наверное, респект. Да, сейчас большинство, наверное, в записи, потому что просматривают. Вам особенный респект. Все, у нас Сергей один. Есть еще новички? Потому что я думаю, больше всего для новичков это будет интересно. Я на самом деле, когда сама была новичком, я просто взахлеб, ребят, смотрела такие вебинары, как «Силе жизни». Потому что это как раз то, что дает осознание, зачем вы здесь. Поэтому всем новичкам я советую прям ходить на все вебинары по «Стиле жизни», смотреть вот так вот в онлайн, смотреть это все в записи. Потому что это дает ответы на многие ваши вопросы. И наш бизнес, это бизнес как раз таки истории. Только глядя на истории других людей, мы понимаем, что мы можем точно так же, что мы ничем не хуже. Вот. Ребят, как я уже сказала, меня зовут Юля Шестакова. Я в закрытом звании директор. Открыты два новых звания. Это старший директор и золотой директор. В компании Reflame я уже развиваюсь несколько лет. Вообще пришла я сюда не сразу. Даже было и такое. Несмотря на то, что я здесь, как я люблю говорить. Но я думаю, наверное, большинство людей как раз таки проходят через это. То, что приходят не все сюда сразу. Есть какие-то доли сомнений. Я, конечно, знала сетевую сферу. Я еще в студенческие годы была зарегистрирована в другой компании. В сетевой. Но я как раз таки тоже там начинала строить бизнес. Но как-то вот, знаете, ребята, начинало получаться. Все хорошо. Но с бизнесом именно эта компания почему-то вот прямо как говорят, да, бизнес, там, построить свой бизнес без вложений и так далее. Но с бизнесом, к сожалению, у меня это все это не ассоциировалось. И вот только компания Reflame, кстати, дала понимание, что да, здесь действительно большой бизнес. Действительно здесь большое непаханное поле, да, чтобы построить себе то будущее, которое действительно каждый из нас с вами заслуживает. Да, вот и как раз таки, да, я знала, я изучала, у меня были примеры, то, что здесь можно хорошо зарабатывать. Но вот почему-то было такое впечатление, что ниша занята, нужно было раньше начинать. Нет сейчас никакого смысла. Я отказалась, ребят, я отказалась. И только где-то, представляете, через 8 месяцев я согласилась. Я написала той же самой девушке, зарегистрируйте меня все-таки, давайте мы с вами попробуем. Почему все-таки написала, зарегистрируйте, потому что у нас сейчас интернет, он, наверное, дает большое поле осознания. Смотришь, чем занимаются другие люди, какие у них от этого результаты. И тут на глаза тебе постоянно попадается работа в интернете, работа в интернете. И все-таки ты начинаешь понимать, что же там люди-то делают такое. Я тоже так же хочу. И нужно все-таки запросить ту самую информацию еще раз, еще раз изучить. И все-таки присоединиться, потому что вдруг я что-то мимо себя отпускаю. Потому что, ребят, я была честна, я была в поисках бесконечных. Я искала много. Я, кстати, забыла рассказать еще немножечко о себе, из какого я горда, сколько мне лет. Вот, опустила немножко эту часть, от форс-мажора волнения немножечко. Вот, и я была в поиске, да, прежде чем сюда прийти. Я чем только не занималась. Это и наращивание ногтей, это и классический бизнес, и совместные покупки и закупки. В общем, параллельно работая в банке, да, то есть я бывший банковский сотрудник, у меня высшее экономическое образование. Параллельно работая в банке, я была вот в этих бесконечных поисках. И особенно, когда во время декретного отпуска ты постоянно практически находишься в интернете. Ну, конечно, не постоянно, да, вот так вот сидишь круглыми сутками, а все равно у тебя маленький ребенок, ты там домашние дела сделал, у тебя включен интернет, компьютер, и ты волей-неволей все равно что-то сидишь, смотришь, что-то изучаешь, считаешь, чем сейчас занимаются вообще люди. Вот, и, конечно же, в процессе, через некоторое время, все это мне дало знание, что все-таки сетевой бизнес, это все работает, и нужно начинать. И вот с того момента я все-таки присоединилась. Но, опять же, ребят, вот я сейчас не зря все это говорю, потому что многих новичков, конечно же, посещают такие мысли, и даже те, кто зарегистрировался, они стартуют не сразу, да, есть такое. И как раз-таки со мной было именно так, то есть я вроде поняла, да, круто, классно, я зарегистрировалась, но потом опять какие-то очередные, да, тараканы в голове и так далее. Вот, и я зарегистрировалась и замолчала благополучно. Но раньше у нас было очень, так и знаете, распространено, не было командных чатов, а были различные рассылки на электронную почту. Туда приходили истории успеха, приходили результаты команды, и ты, конечно же, все это читаешь, заходишь, слушаешь, смотришь, и, конечно, вот на такие, кстати, вебинары, я под такой рассылки на такой вебинар зашла, и, конечно же, со временем начинает проваливаться твой жетон, и ты начинаешь действовать. И я потеряла где-то точно так же, ребят, ну, где-то тоже, наверное, 8 месяцев, год я потеряла, да, год, чтобы присмотреться, год, чтобы понять, что же здесь такое, поэтому если среди вас есть точно такие же люди, кто стартовал не сразу, ребят, это нормально. Или у кого-то есть новички, да, которые стартовали не сразу, это тоже все нормально, и каждый человек, которого вы пригласили, он может стартовать абсолютно в любой момент. Вот, зачем я в этом бизнесе, так, ребят, сейчас минутку, все появилось, очень интернет плохой. Так, второй слайд сейчас мы с вами прогрузим. Зачем же я, собственно говоря, здесь, в этом бизнесе, да, что мне вообще дало понимание, когда я присматривалась, когда я изучала много всего, и, конечно же, я поняла, что да, здесь собственный бизнес, который может построить абсолютно любой человек, без, там, какого-то специального образования, без каких-то специальных навыков, без вложений, да, и то, что приводит к улучшению своего материального положения в будущем, да, не только лично своего, а тех людей, которых ты пригласил, да, то есть ты каждому человеку, которого здесь ты приглашаешь, ты открываешь ему абсолютно новую жизнь, да, главное, чтобы человек сам понял, что ты ему даешь, да. Конечно же, улучшить свои жилищные условия, путешествовать. Я вам дальше расскажу в презентации, да, как я побывала в двух путешествиях за счет компании, да, да, как это все проходило на каком-то уровне, поделюсь с вами своими эмоциями. Конечно же, это покупка хорошего автомобиля, не тот, который ты можешь, да, купить на зарплату, которая на наемной работе, а именно тот автомобиль, который действительно ты хочешь, тот автомобиль, который у тебя в мечтах, да, и ты знаешь, что у тебя обязательно все получится благодаря сотрудничеству с компанией Ariflame, да, либо ты его вообще бесплатно получил от компании за хорошо проделанную работу. Покупать абсолютно все, да, и, ну, я думаю, это тоже к этому же относится, да, к улучшению своих жилищных условий, автомобиль и прочее, да, ну, в общем, все то, что нам нужно с вами для комфортной жизни. Конечно же, быть свободной. Вот, кстати, когда я работала по найму, меня постоянно, я несколько лет проработала в банке, меня постоянно посещали те мысли, что, блин, я не хочу так работать, я не хочу, чтобы было так всю жизнь, я хочу быть свободной, я хочу работать на себя, я хочу работать, что, действительно, та деятельность, которая мне будет в кайф, я не хочу с утра до ночи работать на кого-то, и у меня вот эти мысли, они меня просто постоянно не покидали. То есть на работу идешь с каким-то вот таким тяжелым, как вот, знаете, тяжелый груз на твоих плечах, ты идешь, ты не хочешь туда идти, и каждый день ты в таком состоянии. Кстати, когда я уходила в декретный отпуск, я зарекнулась своей коллеге, своей напарнице, сказала, Катя, у меня такое чувство, что я не вернусь, я что-то найду, и я обязательно буду чем-то заниматься, но так, чтобы работать на кого-то, нет, 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 вот видите, уже как бы предвидела, да, что я понимала, что я не вернусь, и нужно будет что-то найти, и я нашла, да. Конечно же, пассивный доход, да, с нашей компанией, тоже вам покажу примеры наших коллег. Передача бизнеса по наследству, вот здесь, ребят, конечно же, когда ты изучил факты гордости компании, кстати, ребят, я вам всем советую изучить факты гордости компании, Reflame, посмотреть какой-то вебинар, вебинаров тоже много на YouTube, элементарно, да, либо запросить у вашего спонсора, в эти моменты тоже приходит такое сознание, в какой вы компании находитесь, с кем вы сотрудничаете, и это, кстати, тоже дает толчок для развития. Вот, ну и, конечно же, как я сказала выше, это помогать другим людям стать намного здесь успешнее в этом бизнесе, даже те люди, которые могут превзойти здесь тебя, и самое главное, что здесь, ребят, зарабатывает именно тот, кто работает, как я люблю говорить, да, здесь зарабатывает именно тот, кто работает, а не тот, кто пришел. Первый элементарно, да, вот примерно мне, та девушка, которая мне дала информацию, то есть я зарегистрировалась, эта девушка, она не строит бизнес-компанию Reflame, я работаю, я зарабатываю, да, то есть все логично, все справедливо, все прозрачно, вот он маркетинг-план, изучите, да, то есть не думайте, что вы здесь будете работать там на кого-то, а там я на спонсора, либо буду работать, либо еще что-то, да. Вы здесь работаете прежде всего на себя, вы здесь строите свой бизнес-компанию Reflame, и вы зарабатываете именно так, как вы работаете. Так, дальше, ребят, конечно же, хочется поделиться с вами скрином дохода. Жалко, что скрин немножечко такой, ну, не очень качественный, потому что не могла найти именно годовой акт, хотела вам показать, и снимала его с другой презентации. Здесь годовой акт, доход за 17 каталогов, итогом вот внизу, в правом нижнем уголочке 700 тысяч рублей, да, ребят, разделите, как хотите, либо на 17 каталогов, да, 17 каталогов вы делите на эту сумму, вернее, сумму, да, данную делите на 17 каталогов, либо на 12, да, но люди у нас привыкли считать в месяц, да, хотя у нас 17 с вами зарплат, и какая сумма получается, вот это вот среднемесячный доход, либо среднекаталожный доход, ребят, цифры впечатляют, я думаю, причем многих, но я вам точно могу сказать, что это не предел, и сейчас я иду на увеличение данных доходов, потому что я знаю, что если я однажды проделала определенный объем работы, да, у меня сейчас построены две директорские организации, то я еще несколько раз сделаю, допустим, то же самое, да, еще раз, получается, два раза, да, повторю по две директорские организации, я буду бриллиантовым директором, да, и я во много раз увеличу свой доход, да. Мне понравились даже мысли одного из топовых лидеров, да, вот он задал вопрос, где вы будете через время, какой доход у вас будет, сколько вы директорских организаций вырастите, вот смотрите, я уж там вырастил столько-то, столько-то, да, и вопрос к вам, а вы вырастите, да, столько же, я вот знаю, что я выращу, я могу быть уверен, что и вы тоже так сможете, да, потому что если вы уже на своем опыте прошли какой-то определенный путь, то вы можете построить и дальше, да, вы понимаете, что, так, мне нужно повторить еще раз свой результат, там еще несколько раз, да, чтобы быть, к примеру, там уже, ну, бриллиантовым директором, либо сапфировым, да, кто-то больше, кто-то выше, в общем, что, ребята, я хочу сказать, что наш бизнес, это больше всего бизнес-амбиции ваших личных, если, к примеру, сюда человек приходит зарабатывать, ну, говорит, ну, мне 20 тысяч там, да, будет достаточно рублей, я сейчас на российских рублях говорю, наша команда международная, вот, то, ребят, вы знаете, просто-напросто можно не достичь результатов в этом бизнесе, потому что у вас есть определенный потолок, да, вам достаточно наемной работы, да, конечно, хорошо, такой доход иметь, вы здесь работаете на себя любимого, и даже такой доход, работая на себя любимого, дома в комфорте, в уюте, этот доход достаточный, но если вы будете себе ставить планку даже чуть-чуть выше, да, то вы будете зарабатывать гораздо больше, элементарно, уровень золотого директора, на котором уже возможен пассивный доход, да, ребят, вот, поэтому всегда ставьте себе планочку повыше, так, сейчас, о чем же наш бизнес с вами, да, конечно же, наш бизнес прежде всего легальный, прозрачный, да, это схема прямых продаж, да, как раз-таки вот из схемы прямых продаж прослеживается, откуда же здесь деньги в нашем бизнесе, да, то есть, если есть обычная схема доставки товара, да, до конечного потребителя, это, допустим, наши магазины, где мы с вами пришли, мы купили то, что нам нужно, есть определенный производитель, у этого производителя, там, куча посредников, которые делают свою наценку каждый на 30%, в итоге, в какую стоимость, с какой накруткой до нас с вами доходит продукт в обычном магазине, ну, я думаю, процентов 400, ну, 300-400, да, вот такие вот статистические данные точно есть, да, то есть, представляете, да, какую накрутку прошел товар, прежде чем он дойдет до нас, и мы придем в какой-то определенный магазин, мы купим там этот товар, и на этом все, да, мы только тупо потратили свои деньги, я думаю, сейчас каждый со мной согласится, на нас заработал посредник, посредники, которых много в этой схеме, на нас заработал сам магазин, все, ребят, мы с вами только приобрели товар, да, все на этом, а когда есть схема прямых продаж, то есть, производитель, то есть, сетевой маркетинг, дальше, к примеру, консультант и потребитель, что происходит, какая схема, то есть, связующим звеном являемся, ребят, мы, да, то есть, мы напрямую у производителя приобретаем продукт, нет ни посредников, никого, да, то есть, мы, как вот эта вот цепочка, которая организует компании, товара, оборот, то есть, мы делимся с другими людьми, да, кто-то параллельно, помимо того, что пришел сюда на бизнес, направление, он еще и занимается, к примеру, продажей продукции, да, по каталогу, у нас таких людей много, но, конечно, они не бегают там с каталогами и так далее, все это сейчас очень классным, современным способом делается, вот, и, можно сказать, даже не напрягаясь, что происходит, ребят, мы расширили компании товарооборот, и получается, мы с этого получаем процент, то есть, мы, те самые люди, обычные люди, которые, да, у которых там нет знакомства, Влада, там, миллионов, да, для развития своего бизнеса, мы, обычные люди, пришли сюда и сделали что? Мы поделились с другими людьми, другие люди пришли, и вот, пожалуйста, вот, вот он товарооборот наш, вот он наш процент, мы являемся связующим звеном, ребят, то есть, все очень-таки просто, да, потому что бывает, когда, допустим, человек приходит в эту сферу, он ее не знает, он начинает вот эту вот спочку усложнять, ребят, все просто, нет посредников, мы с вами простые люди, здесь связующее звено, мы делаем компанию, ну, можно сказать, да, услугу, не знаю, услугу, конечно, это неправильно называть, я думаю, мы расширяем товарооборот компании, компания, говорит, молодец, и делится, да, с нами своей прибылью, кстати, не только прибылью, но еще и других куча привилегий, преимуществ, о которых мы с вами поговорим, вот, то есть, схема, ребят, она, ну, реально проста, то есть, да, вот еще раз, как у меня на этом слайде написано, наш бизнес, он очень простой, да, и давайте как раз-таки разберем, что же нужно делать, чтобы у вас все получилось, конечно же, что нам нужно делать, как я люблю говорить, вот приходит новичок, я ему говорю, у нас есть три правила, соблюдая эти три правила, у тебя будет гарантированный результат, ну, если что-то где-то выпадает, то и, как правило, ну, и результата, да, нет, соответственно, если ты каждый день выполняешь определенный функционал, то у тебя 100% есть результат, да, конечно же, нам нужно с вами обучаться, применять все наши знания на практике, конечно, вечные студенты в нашем бизнесе, они не зарабатывают, да, в нашем бизнесе сразу же все нужно применять на практике, как я говорю новичку, мы с тобой сейчас начинаем, мы с тобой, во-первых, у нас сейчас вводный курс, мы с тобой разберемся, в чем же здесь суть дела, и дальше мы уже с тобой будем учиться, я тебе, конечно, буду еще много интересного материала, да, выдавать на изучение, но все, что нужно для практики, мы буквально с тобой идем за ручку, мы все это начинаем изучать, да, конечно же, ты также следишь за информацией в нашем командном чате, там тоже проходят практически каждый день, да, небольшие планерочки, которые нужны для тебя, как для новичка, вот такие вот вебинары, как сегодняшний, да, то есть вас приглашают на вебинары, для вас приходят какие-то планерки, да, то есть у вас у каждого в команде, у нас у каждого, да, есть в наших подкомандах всей большой экспресс-карьеры свое какое-то, да, обучение, да, и я всегда говорю, это тоже очень важно, важно прокачать свой мозг и постоянно прокачивать всей этой информацией, потому что, я не знаю, вот какой бизнес еще дает такую прокачку, как вот наш бизнес, я даже честно, ребят, когда я пришла на это направление, я не знала, что я здесь много всего узнаю, что я буду думать совершенно по-другому, что вообще мое мышление в корне поменяется, да, я буду думать, как успешный человек, я знаю, что нет там каких-то определенных границ, да, так как обычно у людей в подсознании есть определенные границы, да, человек дальше этих границ, он, конечно же, не продвинется, а здесь ты начинаешь понимать, что это действительно вот тот вот голубой океан, да, крутых, колоссальных возможностей, и очень важно себя прокачивать этой информацией, и очень важно себя пропитать этим бизнесом, пропитать себя именно компанией Арифлейм, чтобы вы понимали, зачем вам именно бизнес с компанией Арифлейм, почему именно Арифлейм, и, кстати, еще раз вернусь к вебинару «Факты гордости», кто еще не посмотрел, обязательно посмотрите, вы много всего интересного просто-напросто для себя подчеркнете, будете понимать, что да, вот оно то, что действительно я хочу, и я хочу точно так же, и вот они эти колоссальные возможности, поэтому не только практика, но еще и нужно себя прокачивать данной компанией, данной сферой, и, кстати, еще все, что вам дает ваш наставник, это книги, обязательно их тоже читайте, то есть, да, как мы обычно скидываем тоже в чат, что вот такая вот полезная литература, либо что-то индивидуально даешь новичку, это тоже все, ребят, очень важно, буквально по 20 минут в день, но ваше сознание, оно, конечно же, начинает именно работать на вас, вы начинаете расширять, да, в своем поле информационное, конечно же, что нам еще очень важно, перенести привычные покупки в свой интернет-магазин или организовать другими способами свой ЛТО, как я выше, да, сказала, что мы не занимаемся продажами, мы не бегаем с каталогами, конечно, есть в команде эти люди, которые любят это делать, да, но сейчас все очень просто для тех, кому сложно организовать свой личный товарооборот, те партнеры у нас делают сейчас, к примеру, свой бьюти-чат, и в этом бьюти-чате делятся, просто делятся со своими знакомыми определенной продуктовой информацией, то есть прокачиваются каждый день вот этот вот чат, там находится его окружение, и люди сами делают вам заказы, да, у нас тоже есть, ребят, очень шикарный материал для этого, как это все правильно делать, не обязательно обратитесь к вашему наставнику. Ну и, конечно же, как я люблю говорить, ребят, мы раньше с вами тратили деньги на рыльно-мыльное, да, простите за такие слова, но по-другому это никак не стоит, да, то есть это зубная паста, мыло для рук, там гель для душа, шампунь и прочее, 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 да, мы с вами где-то косметику, я вообще, у нас в России очень популярный магазин Литуаль есть, да, я вообще была вот таким шопоголиком именно этого магазина, и я всегда любила качественный товар, и я не подозревала даже, что в компании Reflame именно такого же уровня продукция, и честно, ребят, я была в шоке, когда я начала, я пришла сюда на деньги, да, то есть я поняла, что деньги, и я с продуктом начала ознакомиться постепенно, и когда я поняла, какой же здесь продукт, ну все, ребята, особенно когда тебе за это платят, что это реально золотая жила, и все, все магазины такие, как Литуаль, они сразу же, ну, отпали. А еще самое классное, что наш бизнес можно строить не только на средствах личной гигиены, на косметике, а элементарно на продукте здорового питания. У меня вся семья пользуется продукцией, компания Reflame, да, продукцией Wellness, да, я, кстати, вот здесь вот просто вот вам показать, чем я пользуюсь сама, я, камера, пользуюсь, пью вот такой морской кальций, кстати, он у нас появился недавно, но я уже вижу очень хороший результат, и моя мама тоже пьет вот этот вот морской кальций. У меня почему-то вот этот результат, он идет на скорости роста ногтей, и именно на волосы, да, я заметила внутрикомплекс, мне кажется, даже так не помогал, как вот именно, или в комплексе, я не знаю, в комплексе я тут пропила, и внутрикомплекс пила для волос и ногтей, вот этот морской кальций, просто-напросто хороший результат, волосы у меня не очень-то такие хорошие, Вот, и я вижу результат. У меня ребенок пьет вот такую вот нашу жидкую омегу-3, тоже наш иммунитет очень хороший. Дети в садике, подготовительная группа, очень много болеют, неделю ходят, неделю на больничном. Мы стойкие оловянные солдатики. Я считаю, что это больше заслуга детского велнеса. Ну и, конечно же, велнес-пэк, да, это то, что вот он, ребят, вот он товарооборот на наших продуктах велнес. И вот с этими продуктами вообще не составляет, да, труда организовать свой личный товарооборот. Кстати, изучите тоже информацию про велнес, да, потому что я вообще раньше не верила во всякие различные БАДы. Для меня это что-то было такое из разряда, ну, опять же, это от незнания больше всего. Я уже сейчас понимаю, что просто я не знала от незнания информации. Но когда я, опять же, глядя на других людей, на результаты других людей, я тоже начала пользоваться продуктом компании Арифлейм на велнес, то, соответственно, это всё. Это иммунитет, это наше здоровье. Я даже, знаете, раньше над собой смеялась. Юль, ты молодая, а как бабка старая, да, там кости болят, там на погоду реагируешь и так далее. Сейчас, ребят, всего этого нет. Нет, и это очень круто, да, потому что тоже дает определенные сложности. Поэтому обязательно изучите информацию о продукции велнес. И, кстати, продукт велнес – это не коммерческий, ребят, продукт, а это уже тоже дает понимание, с каким продуктом мы с вами работаем, что это вообще такое изучить и посмотрите, что же это за такой продукт. Ну, и, конечно же, развивать партнерскую сеть с компанией Арифлейм, да, то есть приглашать людей, как приглашать людей тоже, я думаю, что у нас очень шикарное обучение во всей нашей команде. Я всегда благодарю нашу Аню Черна. Мне кажется, благодаря Ане только вот этот вот действительно, Аня запускает наш вот этот вот локомотив, да, она видит, куда движется рынок, какие методы сейчас актуальны, что сейчас работает, да, и всегда с нами на связи, всегда нам дает это направление. Вот, ребят, просто бери и делай, да, по-другому никак не скажешь. Просто бери и делай, развивай свою партнерскую сеть и получай свой доход, да, в сотрудничестве с компанией Арифлейм. Вот все, то есть все просто, да, то есть обучаемся, приглашаем людей и организуем личный товарооборот. И, ребят, я сейчас хочу вам рассказать, к чему же все это привело, да, и как исполнилась моя заветная мечта с компанией Арифлейм. Я даже не думала, честно, что эта мечта именно сбудется с компанией Арифлейм. Вообще, глядя на партнеров, глядя на коллег, видишь, какие мечты осуществляются, начинаешь понимать, что, да, нашему бизнесу ни концу ни края нет, развивайся. И действительно делай коллаж, прописывай свои мечты, и вот все по пунктикам выполняй, двигайся, у тебя все это будет без вариантов. То есть, еще раз повторю, наш бизнес-то бизнес-амбиции. Бизнес для тех людей, которые знают, чего они хотят в жизни. Тех людей, которые не хотят ходить на наемную работу, как все за копейки, работать на кого-то и осуществлять в итоге чьи-то мечты, а не свои. В 2016 году, ребят, был мой первый банкет от Арифлейм. Был он на ВДНХ в Москве, 75-й павильон. Это тот банкет, который еще больше перевернул мое сознание и понимание, в какой компании мы находимся. Ну да, ты вот вроде такой понимаешь, ты делаешь, да, ты двигаешься к своим результатам, ты помогаешь своим людям. Но пока ты не увидел всех вот этих вот размахов, да, которые нам дают именно сетевые компании, ты не понимаешь вообще, да, вроде ты понял, круто, классно, да, но пока ты сам на себе лично вот это все не ощутил, тут, конечно же, ребят, это совершенно не то, поэтому я каждому из вас искренне рекомендую, квалифицируйтесь скорее на банкет директоров, посещайте эти мероприятия. Это действительно то, что будет вас двигать в дальнейшем, и понимание, да, в каком месте вы находитесь. Конечно, я еще раз повторю, это был мой первый банкет, кстати, это было 20 лет компания Reflame, 20 лет она в России, да, и тут тоже понимание, господи, какая компания мощная, и что она уже 20 лет, ребят. Кстати, для кого-то 20 лет это такой, на самом деле, показатель, который, ну, все, нужно было раньше начинать, да, как я думала. А для кого-то это, наоборот, понимание того, что все стабильно, и нужно как раз-таки сотрудничать именно с этой компанией, потому что компания, она себя уже показала. Вот, на таких банкетах ты видишь, как компания организует вот это все, потому что когда ты видишь ведущих, например, банкета директоров, что это известные люди, для нас выступают звезды шоу-бизнеса. Кстати, на этом банкете для нас пела певица Валерия, кстати, со своей дочкой, они были вдвоем. Елена Летучая была ведущая. Здесь тоже вот, ну, я не знаю, все, когда ты это все видишь, это вот все до мурашек реально, до мурашек на коже. Вот. Дальше, ребят, конечно, второй мой банкет в 2017 году, это было два с половиной года назад. Вот этот банкет, он, наверное, знаете, он исполнил одну из моих заветных мечт, и перевернул мое сознание еще больше. Потому что я выше говорила, да, что ты видишь, как исполняются, допустим, мечты коллег, да, как их уровень стиль жизни, ты идешь туда же, ты понимаешь, что ты ничем не хуже, ты можешь точно так же. Но вот этот банкет в 2017 году, он был действительно для меня особенный. Это была та мечта моя сбылась, о которой я даже не подозревала. Ребят, всю свою школьную жизнь, студенческую жизнь, да, даже сейчас иногда, да, возвращаясь к этому делу, я занималась эстрадным вокалом. Вот, и в 2017 году буквально за 4 месяца до банкеты директоров компания Ари Флейм объявила конкурс о ревидении. Это было, ну, наподобие Евровидения, да, точно так же все было организовано. И у нас в России 14 филиалов компании Ари Флейм, и среди 14 филиалов компания объявила конкурс. То есть были написаны 14 песен известными авторами. И эти песни распределили по филиалам. И уже филиалы выбирали, кто будет выступать от конкретно филиала, да, с какой песней, и защищать, да, часть филиала, и какой же филиал в итоге победит. Вот. И на тот момент, да, мне выдалось вот это вот честь, именно защищать я из Екатеринбургского филиала, наш Екатеринбургский филиал. И тут-то я начала понимать, ребят, мечтать нужно осторожно. Знаете почему? Потому что когда-то я, когда я активно занималась этим делом, я сказала, я хочу выступить в Олимпийском. И я когда-нибудь выступлю там. Почему именно Олимпийский? Потому что это самая, такая, знаете, значимая площадка для звезд эстрады. То есть если человек там выступил, да, это уже для звезды, вот, звезды шоу-бизнеса, это определенный такой знак, что, да, круто, и кто попал, туда не попадет. Вот я вот даже свое дело я не связала, да, с музыкой. Я шла получать экономическое образование. Слово мамы перевесила, да, мама мне сказала, Юль, ну что она это может зарабатывать? До Москвы не дойдешь, карьеру на этом вряд ли сможешь построить. Давай-ка ты лучше идеи экономическое образование получай. Но я четко осознавала в голове, что когда-то я выступлю в Олимпийском. Я даже не подозревала. Я уже перестала, в принципе, заниматься. Ну, как повторю, да, занимаюсь сейчас. Иногда, потому что все равно душа просит. Я люблю это дело, люблю выступать. Полиша в комнату. Вот, и, соответственно, было вот в голове, я говорю, мечтайте, ребят, правильно. Мечтайте осторожно, чтобы никаких там, да, плохих мыслей не было, потому что все реально сбывается. Все сбывается, и по-другому, ну, никак, да. И вот, и, собственно говоря, я уже тогда начала понимать, черт, я об этом мечтала, я этого очень сильно хотела. И, вы знаете, когда приходит, вот оно, и это тебе помогла осуществить компанию Арифлейм. А знаете, ребят, когда особенно приходит осознание того, кто с тобой работает, кто эти номера все делал, сколько стоит элементарно. Вот знаете, я знаю, что на своем опыте, я знаю, что заниматься эстрадным вокалом, ну, это дело не из дешевых, да, нужны деньги, потому что нужны там минусовки, там, ну, это вот кто в этой сфере, вы понимаете, да, о чем я говорю, если есть здесь люди такие, минусовки, костюмы, аранжировки, прочее, 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 это все стоит вот дорого, даже в нашем небольшом провинциальном городке Кургане это все стоит очень дорого. У меня сейчас тоже дочка начала заниматься, она тоже захотела, она занимается, и ты понимаешь, что нужны деньги туда-туда-туда, на то, на то, на пятое-десятое, да, это такое удовольствие не из дешевых, да. Но когда тебе компания Арифлейм на уровне шоу-бизнеса, потому что нас готовили люди из шоу-бизнеса, они тебя готовят к этому выступлению, да, то есть все элементарно от костюмов, да, под танцовок, до всей вот этой вот идеи режиссерской, да, номер поставлен, да, все эти люди, все эти режиссеры, вся эта ивент-индустрия, которая работает с звездами эстрады. И это все оплачивает компания Арифлейм. Я знаю, что самая простая песня, вот если у какого-то, да, композитора заказать самую простую песню, ну, сказать, вот мне нужна вот такая песня, напишите мне. Самая простая песня, ну, будет 1150-200 стоить, это на российских, да, рублях. Вот, а если это какой-то хит уже, то, соответственно, этот хит будет, ну, он очень больших денег, да, стоить. И, значит, знаешь, понимаешь, что когда компания Арифлейм заказала у определенных авторов целых 14 гимнов компании Арифлейм, да, то есть еще раз говорю, 14 филиалов, которые, песни, среди которых, да, распределили 14 песен, сколько компания Арифлейм только на одни песни, да, денег выделила. И чтобы потом еще с нами вот так вот поработали, с нами эти номера сделали, с нами выступили те девчонки, мальчишки, которые выступают с нашими звездами эстрады, вот тут просто-напросто, ребят, в голове весь разрыв шаблонов происходит, и ты начинаешь понимать, что компания Арифлейм, она еще круче. А то, что с нами происходило в эти дни, потому что вплоть до того, что тебе даже оплатили гостиницу, да, обычно, ну, когда мы летим с вами на банкет, на мегафорум, мы летим на дня на два, да, ну, на три там максимум. Вот, а здесь мы уже, да, мегафорум банкет, он всегда на выходных проходит, то есть суббота, воскресенье, мы уже во вторник вечером были в Москве, то есть нам уже нужно было прилететь, потому что со среды у нас уже начинается подготовка, с нами уже начинает работать режиссер, с нами начинает там хореограф работать и так далее, да, подборка костюмов, и когда тебе компания, даже компания не какой-то там, да, там средненький отельчик такой заказывала, вернее, да, оплачивала, вот, и, а именно отель тоже хорошего уровня, тут начиная тоже в центре Москвы, тут начинаешь понимать еще больше, да, то есть, в первых, сколько денег там нужно было и сколько денег сейчас она элементарно за наше проживание отдает, за проживание участников, и нас еще и возили бесплатно, да, то есть к определенному времени репетиции там, либо нужно там ездить, было ехать там мерить костюм, допустим, да, там подбирать костюм, за того приходило такси, это такси тоже было бесплатно, то есть компания заранее заказывала и это такси, да, я, ребят, заговариваюсь от волнения, потому что вспоминаю, на самом деле сейчас рассказываю вам о самой мурашке, вот, и когда ты это начинаешь понимать, опять же, вот зачем бы компании, да, столько денег, ну, на какие-то там гимны, на какой-то конкурс, да, выделять, вот, но, опять же, компания это делает для нашего с вами развития, опять же, чтобы показать, да, как круто, какие масштабы, как классно, что вот реально для таких простых людей, которые пришли строить, развивать бизнес с компанией Reflame, еще вот такие вот различные конкурсы объявляются, ну, ребят, еще и деньги какие, да, на это все выделяются, да, конечно же, не знаю, дорогого стоит, и, честно, я до сих пор под впечатлением, так, у нас следующий, а, вот, вот, еще один слайдик, именно, и, конечно же, когда наш филиал, даже я, ну, да, филиал Екатеринбургский победил, но я считаю, что больше, что это наша команда с вами победила Экспресс-карьера, то есть мы с вами все дружно победили, и ту песню, которую исполняла я, Крылья распахни, стала гимном компании Reflame в 2017 году, ребят, это наша с вами общая победа, ребят, кто новички, кто не был с нами еще на протяжении всего того времени, зайдите в YouTube, наберите Юлия Шестакова, Крылья распахни, посмотрите, вы сами все увидите, весь этот размах, вот, и, конечно же, ух, ребят, особенно, когда я сейчас, у меня бывает, да, я работаю, рекрутирую, у меня фоном включен, там, ну, Муз-ТВ, РУТВ, либо какие-то, вот, особенно сейчас, вот, новогодние всякие различные концерты были по телевизору, и ты видишь этих ребят, которые делали с тобой номер, подтанцовка и так далее, ты видишь этих ребят, либо в клипах, да, я даже ребят вот в этих клипах встречала, ты видишь, что эти ребята работают со звездами эстрады, тут, не знаю, какие-то реальные, вот, чувства, да, такие какие-то непонятные, да, вроде все это было с тобой, но ты еще до сих пор, вот, два с половиной года прошло, ты это все не осознаешь, да, и особенно, когда, боже, это все компания Арифлэйм тебе, вот, просто так ты развиваешься, ты делаешь результат, и вот тебе еще, пожалуйста, такую дополнительную плюшку, такое дополнительное привилегии и преимущество, да, благодаря сотрудничеству с компанией Арифлэйм. Ребят, кстати, меня слышно, в чате тишина. Конечно же, как я говорила выше, я скоро сказала, что я с вами поделюсь, Арифлэйм дарит нам путешествия по всему миру, я побывала в двух путешествиях за счет компании, это Египет и это Сочи. Египет это как раз-таки первая менеджерская конференция, ребят, когда компания объявила вот эту вот конференцию, я была тогда новичком, я была новичком, как многие, да, кто сейчас находится в вебинарной комнате, и, знаете, я тогда себе сказала, я сделаю все, но я буду там, я буду там обязательно, потому что до компании Арифлэйм я была максимум на нашем российском Черном море, все, больше я нигде не была. То есть это, и ты думал, что это круто съездить на российское море, это круто, но когда тебе, опять же, компания Арифлэйм открывает новые горизонты в виде вот таких вот квалификаций бесплатных за твою хорошую, опять же, работу, начинаешь понимать, да какое же там, елки-палки, Черное море. Жить-то нужно совершенно по-другому и мыслить по-другому, да, и совершенно другими масштабами, и двигаться к этим результатам, потому что после того, как ты вот это вот все ощутил на себе, ты не хочешь чего-то меньшего, да. Вот, и я, ребят, знаете, что вам хочу сказать? Вот когда компания объявляет вот такие вот квалификации, я вам хочу сказать вот что. Задумайтесь и проходите квалификации, потому что реально, когда вот без этих квалификаций мы думаем, что, ну да, я буду там директором компании Арифлэйм, там золотым директором, но поверьте мне, вы идете, да, может там, да, спонсор вам, может какие-то вы со спонсором, может план роста, да, прописываете и так далее, но без этих квалификаций я считаю, что все равно рост не такой. А здесь тебе компания Арифлэйм, она тебе дает, опять же, план твоего развития. Вот смотри, если ты сделаешь так и так и так, то ты будешь к определенному уровню, времени на определенном уровне, а еще ты за это получишь бесплатное путешествие. Понимаете, да, и я каждому рекомендую, неважно, можете вы поехать, не можете вы поехать, я каждому рекомендую именно проходить вот эти все квалификации. Это потому что, опять же, вот, знаете, опять же, тот пятизвездочный отель, то море, которое обычный человек, он себе, ну, работая на обычной работе, он себе позволить не может, да, и опять же, про то, что я говорила, компания нам любит вот эти вот все горизонты, да, новые открывать, показывать, как нужно жить, на каком уровне нужно жить. И обычный менеджер, я, правда, уже тогда была в открытом звании директора, когда было это путешествие, а вообще нужно было минимум сделать менеджера 15%, да, если вот, ну, как я была новичком, нужно было сделать менеджера 15%. И обычный менеджер 15% даже, к примеру, уже едет в такое путешествие за счет компании, это уже, ребята, о многом говорит, и ни в одной компании вот этого нет. И, конечно, мы с вами все международная команда, мы работаем с вами в основном на просторах интернета, и когда ты видишь, встречаешься со своими вышестоящими топовыми лидерами, да, у меня где-то еще есть фотография с нашей Анной Черной, к сожалению, ее тут я почему-то не нашла, но есть фотография с нашим топовым лидером, с Илоночкой Сухоруковой, и ты с этими людьми встречаешься там первый раз, ну, на банкетах, понятно, на других каких-то конференциях, и встречаешься вот здесь первый раз, то это вот просто вообще даже нет вот такого ощущения, как будто ты этих людей видел только в интернете, ты общался с ними, к примеру, только через вебинарную комнату, либо голосовыми сообщениями, и здесь реально как будто вот ты этих людей видишь каждый день, то есть настолько наша команда, она сплоченная, настолько дружная, что нет как будто бы вот этого вот расстояния, поэтому я каждому рекомендую именно, ребята, ощутить вот эту вот атмосферу на себе. Вот, следующий год, это была конференция в Сочи, она должна была быть в Турции, но она прошла в Сочи, эта конференция, Турцию, по-моему, тогда, да, закрыли для нашей страны, и вот компания элементарно нам в Сочи, да, причем Сочи, весь Олимпийский, вот этот новый Олимпийский Сочи компания для нас откупила, да, мы жили в гостиницах, которые строили как раз-таки для Олимпиады, да, где жили олимпийские чемпионы, наши мероприятия, банкеты от компаний, сам бизнес-день проходили тоже вот в этих олимпийских объектах, да, то есть, представляете, это тоже все немалых денег стоит. У нас была вечеринка в Сочи парке, компания для нас, представляете, обычные люди, отдыхающие, не могли заходить в этот Сочи парк, да, то есть для нас компания на целый день откупила этот Сочи парк, и он был только для нас бесплатный, там вот эти вот все аттракционы и так далее, и там была только компания Арифлейм, видите, даже везде надписи Арифлейм, Арифлейм, Арифлейм по всему Сочи парку, то есть это на один день Сочи парк превратился в Арифлейм парк. Вот, вечером на гала-ужине для нас выступал Сергей Лазарев, вот здесь слева на нижней фотографии как раз-таки, плохо, правда, видно, но видно, да, вот это Сергей, где-то эти крылья фирменные, вот, мы здесь тоже с Оксаной Баклаускас, это тоже лидер нашей команды Экспресс Карьера, ну и вот, в общем, ребят, то есть обязательно проходите все вот эти вот квалификации, потому что они дают как раз-таки тот толчок рост для вашего развития. И, конечно же, ой, вот интернет меня сегодня подводит, и слайды перескакивают, извиняюсь. И, ребят, конечно же, хочется вам показать нашу лестницу успеха, ну, только вот в таком вот виде, да, это, конечно же, здесь все в таком сжатом состоянии, то это план, ребят, в общем, это план, на который нужно ориентироваться, да, то, к чему вы стремитесь. Я еще раз хочу, ребят, повторить, не ставьте себе планку зарабатывать там 20-30 тысяч рублей в месяц, потому что можно просто-напросто промахнуть мимо, вот. Потому что, еще раз повторю, ставьте себе здесь. Наш бизнес, он без края, без границ, и он дает, действительно, тот доход, который мы с вами хотим. Ну, конечно же, нужно работать, нужно идти к этому доходу, и обязательно вот запланируйте себе вот здесь вот строчечку, на какой уровень минимум хотите вы. Я раньше думала, ребят, что я хочу быть минимум бриллиантовым директором. Ну, это вот такой вот, знаете, уровень, ну, да, уж такой комфортный стиль жизни, причем ты себе действительно можешь позволить уже много, да, ты, там, определенно планируешь бюджет, да, еще уже из этих денег также можно делать деньги, да, куда-то в правильное русло их направлять. Хотя, может, и не хватит для комфортной, действительно, жизни. И глядя, опять же, на наших коллег, на те результаты, которые вообще, как бы, в Арифлейм, да, не только в нашей команде экспресс-карьера, а в Арифлейм в целом, а тут начинаешь понимать, нифига, это не бриллиантовый, ребят, директор, это минимум исполнительный директор, это минимум тот уровень, на который здесь нужно двигаться, да, вот она, посерединке эта строчка, нам нужно на этом уровне 12 директорских групп вырастить, я еще раз повторю, если вы на своей практике вырастили, допустим, две группы, то вы и можете сделать 12, потому что вы знаете, как это сделать, и вам еще несколько раз это вот все повторить, вот он, пожалуйста, вот он, исполнительный директор, да, и, конечно же, это средний ежемесячный доход, 500 тысяч рублей и единоразовая премия 2 миллиона 400, ну вот, поэтому обязательно тоже пропишите себе, куда вы идете, зачем вы туда идете, пусть вам все вот эти вот квалификации, они действительно помогают, да, на вашем пути. Сейчас минутку, все правильно. И, ребят, как еще одно большое преимущество сотрудничества в компании Арифлейм, это, как знаете, деньги с депозита. Один раз созданная стабильная сеть будет приносить вам доход каждый месяц. Вот это, знаете, вот это одно из моих любимых преимуществ, причем это преимущество номер 2. Первое преимущество, которое я сегодня уже говорила, да, это, что здесь зарабатывает именно тот, кто работает. Вот это вот, когда я поняла, это было преимущество номер 1. И, кстати, это одно из, наверное, решающих факторов, потому что, я думаю, любой человек, он не хочет работать на кого-то, да, и думает, вот, блин, я сейчас буду пахать, тогда этот человек будет расти. Нет, нет, еще раз нет, да, то есть вы ровно получаете то, как вы работаете, да, то есть это ваш бизнес, это не бизнес, там наставника, бизнес-спонсора и так далее, да, если вы работаете больше, вы зарабатываете больше, то есть все справедливо, да, то есть у меня два преимущества. Это как я работаю, так я и зарабатываю, и это справедливо, да, и мой доход переходит в пассивный доход. Вот. Это знаете, наверное, как сдавать квартиру? Не наверное, а точно. Только намного-намного проще. И хочу вам привести пример. А, вот, все, слайд перевернулся. Мне очень нравится пример нашей коллеги Лены Корнеевичевой. Это вот такой вот достаточно яркий пример пассивного дохода. Я очень часто тоже ребятам в команде привожу пример. Этот. Лены, он прям такой, знаете, прям четкий пример. То есть за три года работы онлайн Лена у нас на шведской пенсии. Сейчас Лена у нас, правда, работает уже, да. Я думаю, это в ближайшее время точно будет уже бриллиантовый директор. Но Лена сделала себе звание сапфирового директора и ушла, по-моему, на два года, да, если я не ошибаюсь, если что, поправьте, коллеги, на два года она ушла у нас в декретный отпуск. На два или на три. Вот. И все это время каждый каталог Лена получала вот такой вот доход с четырех директорских групп, да. Да, это отрыва нет, групп нет, а доход она получает, да. Кто там говорит, что пассивного дохода в компании Reflame нет, либо нужен отрыв, да. Вот, ребят, вот элементарный пример. Или вот у меня, допустим, тоже сейчас открыто звание золотого директора. У меня тоже элементарный пример. То есть две группы, пассивный доход с них и рядышком строю еще новые группы, да, развиваю. Но с тех групп идет пассивный доход, понимаете. И вот здесь тоже яркий пример, то есть персональной группы нет, только четыре группы и Лена с этих групп вот такой вот доход. Здесь есть, получается, расчет в гривнах, в долларах и в рублях. Вот, ну, даже если в рублях 100 тысяч рублей. А, тут в месяц, тут не в каталог, тут в месяц пересчитано. Ребят, 100 тысяч рублей за однажды проделанную работу. Каждый месяц 100 тысяч рублей за однажды проделанную работу. Где такое возможно, ребят? Нигде такое невозможно. И это самый такой яркий пример. Дальше. Ответьте себе на вопрос, что вы потеряете, если попробуете. Ребят, ровным счетом ничего вы не потеряете. Потому что в этом бизнесе вы не вкладываете деньги. Вы только пользуетесь продуктом. Вы бы и без регистрации в компании Арифлейн бы вы пользовались каким-то продуктом. Вы бы все равно 100% пошли бы покупать в Литуаль. Пошли бы покупать где-то мыло, шампунь, зубную пасту. И прочее, прочее, прочее. Я вот показывала, да, вот на чем строится мой личный товарооборот. На собственном здоровье. То есть аптечки в моем доме практически нет. Нет. Вот, понимаете? Вот. Да, здоровье мое и моего ребенка. Моей семьи, да? Вот. И плюс маме своей тоже, да, заказывают. Все наши витаминочки любимые. Вот. Все. Наш бизнес без вложений. Вы здесь ничего абсолютно не теряете. Вкладывайте только ровно свое время в этот бизнес, да? И я люблю такой, знаете, очень яркий пример тоже, когда человек в обычный бизнес, классический, да, ребят? А я открывала классический бизнес. Я знаю, о чем я сейчас говорю. Когда вы туда вкладываете, ну, даже если такой, знаете, самый маломальский бизнес там открыть, да, какой-нибудь так, магазинчик такой маломальский, ну, это нужно будет 500 тысяч. Что, даже если сейчас по новым меркам посчитать, нужно будет больше. Ну, к примеру, даже миллион. Ну, миллион вот вы взяли и вложили, чтобы открыть там какой-то магазин, да, к примеру. Ну, либо еще что-то. Ребят, как вы будете, ответьте себе сейчас на вопрос, как вы будете работать? Вы будете работать сутками в поте лица, чтобы, не дай бог, ваш вот этот вот миллион, он не прогорел. Я сейчас права, да? Я думаю, многие понимают, о чем я говорю, чтобы ваш вот этот вот один миллион, он не прогорел. А в нашем бизнесе, знаете, почему у людей может не получиться? Все элементарно просто, потому что вы не вкладываете вот этот вот миллион, и при первых неудачах, при первых отказах вам будет просто-напросто легче попрощаться с этим делом. Понимаете? И я каждому хочу пожелать, прежде чем начать этот бизнес, либо тот, кто сейчас, да, делает свои первые шаги, либо там на менеджерских уровнях, относиться к этому бизнесу так, как будто вы вложили сюда миллион. И тогда, ребят, если у вас будет именно такое отношение, тогда у вас 100% все получится, и вы отсюда не уйдете, ребят. Это в любом бизнесе так, неважно, вложили миллион, да, но в основном нет такого, да, бизнеса, только вот наш бизнес сетевой, где не нужно вот этого миллиона, где только пользуйся продуктом, приглашай других, и, да, развивайся здесь в этом направлении, прокачивай себя. Вот, вот элементарный пример, почему у людей не получается, да, ну, либо какие-то там другие личные установки, которые, конечно же, нужно прорабатывать, чтобы у вас был результат. Вот, ребят, все банально просто. Почему может получиться, и почему может не получиться. Вот, и как я люблю говорить, как бывает, да, у меня ребята, особенно новички, говорят, ну вот, там отказался человек, не хочет там регистрироваться, там, либо еще что-то, там, какие-то такие моменты, там новичок ушел. Я говорю, ты знаешь, мне вообще пофиг на него, мне вообще пофиг на него, не он, не я теряю, не ты теряешь, он теряет, он теряет, да. Ты как спонсор, ты как наставник сделала все, чтобы человеку дать возможность разобраться. Ты ему провела, ну, вводный курс, да, мы вот, наших новичков, кто у меня новички, да, я помогаю им сопровождать через чат на троих. Мы дали человеку с тобой все, все, что от нас возможно, да, и если человек ушел, это его проблемы, это не твои проблемы, тебя не должно это волновать. Иди ищи таких же людей, как ты, таких же людей, как я, еще лучше, иди ищи, да, здесь не зря говорят, что ищите лучше, чем вы сами. Вот с такими людьми в команде у вас будет прогресс, да, то есть вы будете вдохновляться, да, с этими людьми вам будет еще хочется, хотеться быстрее работать, да, и именно с таким подходом вы здесь будете с результатом. Вы не должны быть на позиции просящих. Это неверная позиция. Ребят, как я люблю говорить всегда, здесь такие деньги платят. И вы еще ходите за людьми, уговариваете их, ну там зарегистрируйтесь, да, бывает, читаешь переписки, там, ну зарегистрируйтесь, пожалуйста, да. Либо, ну давай, пожалуйста, начинай, господи, ребят, о чем вы, человек должен сам понимать, зачем ему все это надо. Вы как спонсор, ему дали абсолютно все, все факты, вот, и все, что здесь все развивается, люди растут. Но это уже проблема самого человека, нет, нет и нет. Я говорю, меня вообще не волнуют эти люди, которые не захотели, да, не хочет, не надо, придет позже. На твои результаты, возможно, да, такие примеры тоже бывают, что люди приходят позже на лично ваш результат. Да, я сама такая была, то, что я вам рассказывала в начале, да. И причем самое элементарное, ребят, знаете, самое такое, что спонсор мне не помогал, он не строил за меня группу, да. И тем, кому спонсор не строит группу, ребят, вы здесь еще в большем шоколаде. Я скажу вам даже вот такой вот секрет, что вы здесь больше в шоколаде, чем тот, кому спонсор строит группу. Вовремя это поймите. Потому что тем, кому строят группу, они могут быть в расслабленном состоянии. Ой, классно, ну пусть там мне спонсор выведет на директор, ребят. Ничего подобного. Это с вами только сыграет злую шутку. Вам нужно строить вторую, третью группу рядышком для вашего дохода. Вот. Что нужно для роста, да. Конечно же, это мечта, которая превращается в цель и мотивацию. Но в принципе, мы с вами вот уже про это образно, да, проговорили. Система ежедневных действий. То есть обязательно работайте в системе. Личное рекрутирование абсолютно на любом уровне. Потому что здесь, знаете, нет такого уровня директор. Вы идете либо вниз, либо вы идете вверх, да. Поэтому вам нужно здесь действительно построить сеть, крепкую сеть, которая будет работать за вас, да. То есть вы можете, к примеру, потратить, да, там пару лет на создание этой сети. Вот как я показывала пример нашей Лены Корнеевичевой, да. И, соответственно, да, какой она результат. С этого получает, пока она была в декрете, да. И сейчас она просто-напросто новая амбиция, новая цель у человека. И он сейчас идет, ну, по-моему, да, на бриллиантового директора. Конечно же, работа без оглядки на результат. Как я люблю выражение нашей Аны Черной. Нужно работать так, чтобы не было такого, что вы постоянно включаете тот самый чайник, чтобы закипятить воду. Так результата не будет. То есть у вас должен постоянно, вы должны быть в процессе без оглядки. Конечно же, помощь партнера, команде. Брать ответственность за свой бизнес. Кстати, вот про ответственность я проговорила выше. Не смотрите на то, что если вам спонсор строит директорскую структуру, не смотрите на это. Идите всегда вперед сами, иначе с вами это сыграет злую шутку. Не ждите никого. Не ждите. Не важно, как работает ваш спонсор, не важно, как работает там еще, да, какие-то такие моменты. Делайте это бизнес сами. Это ваш бизнес. Но у нас все, ребят, для этого есть. Есть у нашей шикарнейшей команды «Экспресс-карьера». Поэтому действуйте, действуйте, действуйте. Не ждите никого. Ну, на этом у меня, ребят, все. Я вроде все рассказала, ничего не забыла. Ну, и банально просто стартуйте, и вас ждет успех, ребят. Гарантированно для тех, особенно, кто будет относиться к этому бизнесу, как будто вы вложили миллион. Вот, ребят, на этом все. Есть какие-то вопросы? Еще могу на пару минут остаться. Кстати, кто у нас работает в Одноклассниках, у нас будет в 16.00 вебинар. Тоже расскажу, поделюсь вам, как работаю я в Одноклассниках. Поделюсь с вам своим личным опытом, как это делаю я, как я получаю регистрации. Запись скину в чаты. Да, 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 сегодня вебинар в 16.00 по Москве. Закрытый вебинар для активных уже партнеров. Спрашивайте доступ у ваших директоров. Семен, уточните ваш вопрос. А что делать, если что? Спасибо. Вопросов нет. Да, Наталья, я с вами полностью согласна, послушаешь и хочется работать еще больше. Я говорю, когда я была ночком, я вот эти вебинары в стиле жизни, я смотрела и их заглеб. И понимала, что я хочу точно так же, у меня обязательно все получится. Да, Семен, есть 20% скидка, она абсолютно у всех, и вы ее не теряете. То есть она у вас есть при любых обстоятельствах. А если вам еще нужны дополнительные преимущества, привилегии, то там уже, конечно же, нужны определенные суммы заказов. Обратитесь к вашему наставнику, он вам все расскажет. Ну все, ребят, смотрю, таких вот вопросов как бы нету, да? То есть спасибо, спасибо вам, очень было приятно с вами сегодня общаться. Всем еще раз, ребят, желаю просто успешного успеха, по-другому здесь никак не сказать, успешного успеха, добиться того, на что хотите вы. Вот. Елена, очень приятно земляков встречать. Ну все, друзья мои, я отключаюсь. И кто рекрутирует в Одноклассниках, либо хочет рекрутировать в Одноклассниках в 16.00 по Москве, мы с вами встречаемся в этом чате. Поделюсь с вами своими фишками. Все, отключаюсь. Мама, пожалуйста, подожди. Сейчас, подожди. О, радуйся.